Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Меня зовут Евгений Гринес. Добро пожаловать в шахматную школу Евгения Гринеса в интернете на занятия по теории дебютов. Сегодня наша тема сицилианская защита и вариант Болеславского. Я хочу вам показать ряд партий, чтобы мы окунулись в эту систему за чёрных. Это очень интересная система. И давайте мы посмотрим первую партию. Значит, это занятие будет состоять в том, что мы будем смотреть партии, сыгранные вариантом Болеславского, обращать внимание на дебют. Ну и, конечно, в каждой партии есть тактические и стратегические идеи, особенно характерные для варианта Болеславского. И я предлагаю вам одно упражнение, которое я считаю очень полезным для развития. Обычно предлагают угадывать ходы, скажем, одной из сторон. В данном случае мы будем на стороне чёрных. Для этого я, кстати, разверну доску, чтобы мы были на стороне чёрных. Мы рассматриваем эту систему игры с точки зрения чёрных. Так вот, упражнение состоит не в угадывании хода. Это было бы идеально, но партии сыграны гроссмейстерами, может быть, международными мастерами. В основном это партии гроссмейстеров. И угадать ход гроссмейстера очень тяжело. Поэтому предлагаемая мною система заключается в том, не обязательно угадывать ход гроссмейстера, но постараться угадать фигуру, которой гроссмейстер сделает ход. Может быть, вы не угадаете точный ход, но если вы угадаете фигуру, это уже прогресс. Это тоже не так просто. То есть, найти здесь правильную фигуру или, может быть, пешку, которой гроссмейстер будет делать ход. Вот я вам предлагаю угадывание ходов именно фигур или пешек, которые сделали чёрной. Е4, С5. Сицилианская защита. Мы, кстати, первая партия, которую мы рассмотрим, это партия белыми играл Рубен Фельгаер ИЛО 2618 против Ильи Смирина из Израиля. ИЛО 2652 партия была сыграна в 2005 году в Израиле. В последующих партиях я не буду называть ИЛО игроков, так как здесь у меня они не показаны. Но это во всяком случае сильные шахматисты. В худшем случае международные мастера, в основном гроссмейстеры. Итак, вот партия Фельгаер Смирин. Два сильных гроссмейстера, смиренная коэффициент чуть выше, но незначительно. Конь Ф3, Конь С6. И партия довольно свежая 2005 года. Д4, С, Д. Конь берёт на Д4 Конь Ф6. Конь С3. Д6. Слон Е2. Именно после этого хода возникает система вариант Болеславского. Так как в позиции после Д6 у белых очень большое разнообразие продолжений. Это слон G5, слон C4, и ход слон Е2. Ну, кроме того, есть ещё ходы слон С3, ф3, g3, f4, h3, конь В3 встречался ход, конь Д на Е2, ну, и конь берёт на С6, и слон В5, Вот такие продолжения. То есть сицилианская защита настолько богата, у нас так много здесь теории и разнообразия, что, конечно, она очень трудна для изучения. Ну, вот слон Е2 относится к одним из часто встречающихся ходов наряду со слон G5, слон C4. Может быть, мы как-нибудь будем тоже эти продолжения рассматривать, потому что это система за чёрных, игры за чёрных с развитием коня на C6, пешки на D6. Она популярна. Вот если мы посмотрим... Значит, и слон Е2. Один из ходов, которые могут встретиться, могут сыграть белые. И здесь есть, конечно, основные ходы. Это Е6. Это переход в шовенингенскую систему типа этого. Есть ещё ход G6, переводит в вариант дракона. Есть ход A6, типа Найдорфа. Ещё встречался ход D7. Ну, и один из основных ходов, кроме Е6, это острый ход Е5. Предложенный Болеславским. То есть чёрные активно играют в центре. Несколько ослабляется поле D5. Но у чёрных есть здесь своя игра. И так играют также многие гроссмейстеры. Играют вариант Е5. Вариант Болеславского. И здесь у белых два основных продолжения. Это ход... То есть два отступления конём. Конь B3. Так играл Карпов часто. И есть ещё ход F3. И этот ход как раз мы будем рассматривать систему с ходом конь F3. Потому что этот ход несёт в себе определённые идеи игры за белых. Почему не конь B3, а конь F3? Вроде в системе с конь B3 Белые проводят ход F4. Такие идеи. Конь F3 как будто бы становится на пути пёшки. Но у белых совсем другие идеи. Как выяснится их план. Мы потом посмотрим, почему именно конь F3. Белые делают. И в этой позиции у чёрных... Если в варианте конь B3 чёрные отвечают слон Е7 автоматически. то после конь F3 ход в слон Е7 не очень хороший. Или с точки зрения стратегии. Потому что белые играют слон G5. Давайте посмотрим, почему это как бы ловушка. Белые поставили ловушку. Если чёрные играют слон Е7. Слон G5. И слон защищён конём. У чёрных нет того хода, который был бы, если бы конь стоял на B3. А именно удар конь берёт на Е4. При коне на B3 этот ход проходил. На слон берёт на Е7. Конь берёт на C3. Слон бьёт на D8. Конь берёт на D1. И чёрные, в конце концов, имеют хорошую позицию. Поэтому ход слон G5 после в варианте с ходом конь B3 и не делается. А вот в этом варианте, при ошибочном ходе чёрных слон Е7, этот ход делается. И у чёрных нет удара конь берёт на Е4. Потому что после конь берёт на Е4, слон защищён два раза. Двумя конями. Чёрные могут сдаться. А идея слон G5 это взятие коня на F6. И белые устанавливают господство над полем D5. Ну, например, слон Е6. Ну, тут играется рокировка, рокировка. И слон берёт на F6. Слон берёт на F6 и конь D5. Не будем дальше смотреть, потому что это не цель нашего сегодняшнего занятия показать ошибку. И показать то, что после хода конь F3 нельзя делать эту ошибку. Слон Е7. Это слабый ход. И правильный ход здесь за чёрных это ход H6. Не дать белым поле G5. Чёрные теряют темп на ход H6. После хода конь B3 им не нужно делать этот ход H6. Они могут играть просто слон Е7. И, как мы видели, с хода слон G5 у белых нет. И за удара конь бьёт на Е4. Конь F3. Небольшая стратегическая ловушка. И чёрные играют H6. Вот с этой позиции мы и можем начинать. То есть все дальнейшие партии будут играться после этой позиции. В партии Фельгайер Смирин. Белые сделали рокировку. Слон Е7. Ладья Е1. Обращайте внимание на план белых. на расстановку их фигур. Ладья на Е1. Рокировка. H3. Входит в план белых. Вот этот ход H3, который забирает поле G4, чтобы не было связки. А почему не должно быть связки? А6 пошли чёрные. Слон F1. Слон F1. Ладья Е1. Вот это расстановка белых. Белые скромно убирают слона на F1. Где он притаился. Кстати, очень хорошая фигура белых на F1. Мы посмотрим. Он будет поддерживать план игры белых. Но для начала белые освободили поле F1. Поставили ладью. Укрепили пешку на Е4. И слон ушёл на F1. Дело в том, что в варианте Болеславского чёрным было бы очень хорошо провести D5. Если бы у них появилась эта возможность. Болеславский часто в своих партиях проводил ход D5. Ход ладья Е1 уже этому препятствует. Потому что пешка Е5 будет под ударом коня и ладьи. Ферзь Т7. Защищает эту пешку Е5 как бы. И конь D5. Также этот ход входит в план конь Белых. Смотрим. Довольно гармонично. Ладья защитила пешку на Е4. И освободила возможность коню пойти на D5. То есть ходы белых ладья Е1 и слон F1 и конь D5. Они стратегически связаны между собой. Конь берёт на D5. ЕД. Это также план. Продолжение плана белых. Теперь у белых преимущество в количестве пешек на ферзевом фланге. 4 пешки против 3 пешек. И напрашивающийся план белых заключается в продвижении этих пешек. Если белые смогут продвинуть C4, B4, может быть А4 или А3, C5. И у них здесь образуется проходная пешка. Ну и кроме того возможно у них атака на ферзевом фланге. И слон F1 поддерживает всю эту систему игры. То есть он защищает пешку C4. Чёрные будут пытаться её атаковать, но она уже защищена этим слоном. Вот такой довольно сильный план белых в системе с ходом F3. Именно потому что после конь B3 белые не могут проводить такой план. Конь мешает. И у белых совсем этого ничего нет. Там у них другие планы с ходом F4. Здесь вот такой позиционный план. Конь атакован. Конь идёт на B8. C4. На движение пешек начинается. Смирин сыграл KD7. Эту позицию шахматная программа Фриц оценивает как равную. Но это равенство такое. Значит у белых будет игра на ферзевом фланге, а чёрные должны противопоставить ей какую-то игру в центре и на королевском фланге, где у них также образовалось 4 пешки против трёх. Но кажется, что угрозы белых сильнее. А3. Значит белые хотят сыграть B4. Подготавливают этот ход. Потому что если бы они сразу пошли B4, то была бы позиционная ошибка, так как у чёрных был ход A5. И белым либо надо двигать пешку на B5. После чего их стратегия здесь проваливается полностью. После хода B5 у чёрных намного лучше. У них поле для коня. Никакой пешечной атаки здесь не будет. Никакой проходной пешки у белых не будет. Никогда. Так как эти пешки, три пешки, успешно держат все эти четыре пешки. Конь получает прекрасное поле. Потом можно будет пойти B6. И у чёрных спокойная игра здесь. У них здесь четыре против трёх на королевском фланге. Ну, после A5 можно ещё взять на A5. Ну, чёрные могут взять ферзём. Ферзь берёт на A5. Ну, и опять же стратегия белых практически провалилась. Сильнейшее поле C5 для чёрных образовалось после того, как пешка белых вынуждена уйти. И у чёрных лучше, и проблем у них особых нет. Ну, у белых будет полуоткрытая линия. Ещё пока надо держать эту пешку под боем. В будущем, возможно, полуоткрытая линия. Но при таком коне на C5 вряд ли они смогут что-то здесь существенное достичь. И опять же, у чёрных будет игра с помощью F5. Может быть, слон F5 сначала беря под контроль поле B1. Стратегически у белых плохая позиция. Поэтому A3. Чёрные здесь играют A5. Пока не давая белым сыграть B4. Угрожая ходом A4 лишить белых этой возможности спокойно пройти B4. Поэтому белым надо играть B3. Потерять темп. Ну, они планируют пойти, вероятно, ладья B1 и B4. Пока К5. Пока B4 хода нет. Ну, белые пошли, слон E3. Слон F5. Теперь мы смотрим, какая же игра у чёрных. Для начала они взяли под контроль поле B1. Делаем не так просто. И Фильгаер играет ладья A2. То есть, он хочет поставить эту ладью на B2. С той же идеей. С поля B1 не получилось, но чёрные вывели фигуру. Теперь Смирин играет. Как я вам говорил, попробуйте угадывать фигуру, которой пошли чёрные. Или пешку. Слон H7. Слон уступает место, возможно, для движения пешки F5. Ф7, F5. Ладья B2. Но здесь, правда, гроссмейстер делает другой ход. Какой же фигурой? Слон F6. Слон посматривает на ладью B2. Б4. Белые осуществляют свой план. А, B, A, B. Здесь уже началась тактика. И позиция эта уже в пользу чёрных. Е4. Атакована ладья. Конь D4. И конь D3. Это план чёрных. Они осуществили. То есть, с помощью тактики заняли сильное поле D3. Атакована ладья. Ну, если брать на D3, то что и случилось в партии. Е, D. У чёрных образовалась сильная пешка на D3. Поддерживаемая слоном. Два слона. Преимущество двух слонов. Но у белых есть возможность, может быть, проводить их план. Но им ещё надо подготовить ход C5. Пока что связка мешает. Ферзь B3. Ладья E8. Ладья D1. Ладья A на C8. Конь B5. Ферзь D7. Ладья B на D2. Может быть, белые хотят пожертвовать качество за пешку D3. Ладья E4. Здесь довольно сложно угадывать, я думаю, даже фигуры. То есть, такой ход ладья E4. Чёрные согласны разменять пешку D3 на пешку C4. И разбить... Ну, и вообще здесь после ладья D3 нельзя играть. Ладья бьёт C4. Висит ладья и висит конь. Ладья C1. Да, если вы здесь попробуете угадать ход или фигуру, которая сделала сейчас ход. Я могу сказать только, что шахматная программа Фриц в этой позиции не видит хода чёрных. Хотя видит небольшой перевес. Он показывает ход ладья H4. Или ладья E5, которые сохраняют перевес за чёрными. Но ход, который сделал гроссмейстер Смирин, фриц не видит. Может быть, не считает его сильнейшим. Ферзь взял на B5. Cb. Ладья взяла на C1 шаг. Фриц показывает, что ход король H2 проигрывает. После хода ладья бьёт на E3. ФЕ, слон Е5 шаг. И после g3 слон Е4. Ладья D1. Ладья взяла на D1. Ферзь взял на D1. Ладья взяла пешку на B4. Такой вариант задумал Смирин. Сохранил сильную пешку на D3, но пожертвовал ферзя за ладью, слона и пешку. Ферзь C1. Чтобы шаги на C8 не были опасны, слон G6. Ферзь A3. Ладья B2. У чёрных уже большой перевес в этой позиции, связанный с тем, что они хотят двигать пешку D3 на D2. Ферзь A5. Король уходит, чтобы не было шагов. Такой ход B6 сделали белый. Слон Е5. Грозит шаг по первой линии. Ф4. Слон Ф6. Смерян вызвал ход Ф4. Ф4. Теперь будет угроза пешки G2. Ф4. Слон D4. Слон взял на D4. Д2. Слон взял на B2. У чёрных лишний слон. Ну, если Ф5, ферзь E5 шаг, король уходит, слон отдаётся за две пешки. И у чёрных 5 пешек против трёх. В этой позиции белые сдались. Вернёмся к нашей основной позиции после хода H6. И посмотрим другую партию, в которой в этой позиции белые сыграли С4. Беря под контроль поле D5. И это партия, которой чёрными играл сам Болеславский, автор этого варианта Болеславского. Белыми играл Штольц. Партия играла с Гронингеном в 1946 году. Ну, она имеет историческое значение и также как против хода С4, как чёрные грады. СЕ7. ФЕ2. Рокировка H3. СЕ6. Белые не берут. Ладья С8. СЛОН B3. КОНЬ А5. Ладья D1. ФЕ7. Ну, мы видим белые не берут на Е6, потому что после ФЕ поле D5 будет защищено. Поле F5 также и полуоткрытая линия F. Возможно продвижение D5. И тут белые сделали ход G4. Возможно они хотели атаковать G5. Трудно сказать. КОНЬ Бьёт B3, АВ. А6. КОНЬ Х1. Б5. Как-будто чёрные жертвуют пешку на A6. Но они хотят сыграть B4. И тогда они заберут пешку на C2. Взамен белые играют B4. И Болеславский пошёл ФЕ4. ФЕР взял на C4. Ладья взяла на C4. Ну, под боем пешка B4 и Е4. Ладья Е1. На B4 пешка осталась под боем, но также и пешка A6. СЛОН C8. Теперь белым надо думать, как защитить пешку B4. G5. АСЖ. СЛОН Бьёт G5. Чёрные могли взять на B4. Ну, может быть, белые рассчитывали какие-то варианты. СЛОН Бьёт F6. И КОНЬ Д5. У них на B2 было под боем. Ну, в общем, в принципе, было можно. СЛОН B7. КОНЬ Д5. Ладья взяла на B4. Теперь надо B3 сыграть. У чёрных лишняя пешка. Ладья C8. Ладья Е3. Ладья D4. Под бой. Но бить ладью, конечно, плохо. Ладья G1. КОНЬ Д5. КОНЬ Д5. СЛОН ВЗЯЛ на F6. СЛОН ВЗЯЛ на F6. Ну, поле D5 контролируется слоном. Поэтому ничего нет. Ладья G4. Б4. КОНЬ А4. Ладья взяла на C2. Болеславский отдаёт качество. Оно берёт пешки за это. КОНЬ ВЗЯЛ на D4. ЕД. Ладья Е1. Ладья бьёт на F2. Шах. СЛОН ЧЁРНЫХ ОЖИВАЕТ. Если он станет на E5, наверное, поддерживает проходную пешку. Ладья G2. Ладья F3. Атакует пешку B3. Ладья C2. Д3. Ладья C7. СЛОН Е5. Шах. Король G1. Д2. Ладья D1. СЛОН Д4. Шах. Король H2. Ладья F2. Шах. Король G3. СЛОН берёт на E4. Ну, позиция у чёрных уже легко выиграна. Ладья C4. Ладья F3. Шах. Король H2. СЛОН Е5. Шах. Король G1. Д5. Ладья C8. Шах. Король Е7. Ладья ВЗЯЛ на D2. СЛОН Ф4. Ладья B2. СЛОН Е3. Шах. Король H2. Ладья F1. Король G3. Ладья G1. Шах. Король H2. Ладья G6. И в этой позиции, здесь уже чёрные форсировано ставят мат. Грозит мат слон F4. мат в один ход и защиты нет. Это была партия Болеславского. Мы вернёмся к основной позиции после хода H6. И посмотрим партию, где сторону чёрных защищал никто-нибудь окравник. Белыми играл тоже гроссмейстер Апицелло. Эта партия игралась в 1994 году. H3. СЛОН Е6. Рокировка. СЛОН Е7. Ладья Е1. СЛОН Е7. Ладья C8. Такой порядок ходов. СЛОН Е7. Как мы видели, это расстановку и в других партиях современных. Ладья Е1 и СЛОН Е7. И попробуйте в этой позиции угадать фигуру, которой пошёл крамник. Он сделал ход, который сейчас будет неожидан. Первый раз, если мы увидим его. Но этот ход будет повторяться и в других партиях. Этот манёвр чёрных. Его надо знать. Крамник сыграл конь b8. Видимо, он решил, что конь будет лучше расположен на d7. И он уходит заранее, зная, что белые сыграют конь d5. И при коне на c6 чёрные не могут побить конем на d5 из-за того, что две фигуры будут под боем. А слона отдавать за коня крамник не хотел. И поэтому он убирает коня на b8. И после конь d5 он играет, а конь берёт на d5. Вот такая логика стоит за этим. Отдать и разменять коня на коня, не слона на коня. Еd, а слона поставить на f5. Но план белых остаётся тем же. Недаром они ходили. Ладья e1, Сf1 и Кf3. У них свободный фланг, и они играют c4. Рокировка. Ферзь a4. Крамник сыграл a5. Мешаю ходу b4. А3. Слон d7. Ферзь d1 и a4. И так выглядит, что чёрные помешали образовать пешечную цепь b4, а b. Ферзь взял на b3. Ну что ж, у белых полуоткрытая линия b. Пешка b7 под боем. Какой фигурой сделали ход чёрных? Чёрный. Или пешкой. Пошли ли они b6 или по-другому? Или ферзь c7 защитили пешку? Выясняется, что все эти ходы... Ну, ферзь c7 было, возможно, конь a6. И белые не побили на b7. Вот интересно почему. Что было бы после взятия на b7? Оказывается, что чёрные сыграли бы Кc5. Ферзь, скажем, b1, ладья b8. Значит, ничего форсированного у чёрных нет. Можно сказать, что форсированного варианта нет. Но преимущество у чёрных. Так оценивает эту позицию, по крайней мере, Фритц. И мы увидим в партии, по-моему, нечто похожее. После коня a6 белые пошли в слон e3. Так как у чёрных ослаблено поле b6. Но ферзь c7. Пешка c4 атакована, но она защищена этим слоном f1, который там спрятался. Его почти не видно. Но, тем не менее, он защищает надёжно эту пешку на c4. То есть, идея хода ферзь c7 не выиграть пешку c4. А, возможно, после слон b6 чёрные сыграют Нc5, нападут. И потом уйдут ферзём на b8. Вот такая перестрелка. Но белые пошли a4. Нc5 всё равно. И белые берут на c5. Конечно, взятие пешкой здесь вообще плохо. На e5 пешка теряется. Надо брать ферзём. И белые взяли пешку на b7. Они отдали, правда, слона за коня. Но выиграли пешку. Вадя c7. Ферзь b3. Лишняя пешка у белых. У чёрных преимущество двух слонов. Но дело не в этом. Дело в том, что у чёрных такая игра примерно, как в волском гамбите. В волском гамбите белые также имеют лишнюю пешку. Но ничего не достигают. У чёрных открытые линии полуоткрытые линии а. Здесь это открытая линия b. Чёрные грозят, наверное, ходом ладья на a7. Эта пешка надо думать, как защитить. Кd2. Вероятно, с идеей Кe4 и Кc3. f5. Дальше интересный манёвр белых. С Кe4 не получился. Кb1. Белые хотят сыграть Кc3 с b1. Крамник играет х4. Кg3. Но бить на g3 нельзя, пешка защищена ферзём. Кf6. Кc3. Белые завершили манёвр. Е4. Выясняется, что у чёрных этот мощный слон, как в волском гамбите, где этот слон стоит на g7 и стреляет по этой диагонали. Здесь это слон f6. И у белых нет чернопольного слона. То есть, этот слон будет господствовать на всей доске. Ладья a2. Ферзь a5. Блокирует пешку. Напал на коня. Ладья c1. Позиция чёрных лучше, как говорит фриц, несмотря на отсутствие пешки. Слон e5. Усиливается этот слон. Ладья c2. Ладья c5. Чёрные играют по чёрным полям. Мы видим. Так как у белых нет чернопольного слона. Чёрные господствуют на чёрных полях. Кb5. А белые играют по белым полям. Все фигуры стоят на белых полях, потому что на чёрных полях им опасно. Там чернопольный слон чёрных держит. Кh8. Ферзь e3. Ферзь b4. Продолжается игра по чёрным полям. Сейчас висит пешка на a4. Кd4. Белые уже, по-моему, готовы откупиться этой пешкой, но... Крамник её не берёт. Ладья c8. Кe6. Теперь забирается пешка на a4. Ладья a4. Ферзь a4. Пешек поровну, но, как и в Овском гамбите, позиция чёрных остаётся лучше. Два слона. Из них один мощный слон на e5. Давление на пешку c4. И открытые линии. Ладья d2. Ферзь a1. Кж2. Ладья b8. Кf4. Ладья b1. Ферзь e2. Ладья e1. Ладья a2 ещё нашёлся ход. Ладья взяла на e2. Ладья взяла на a1. Ладьи под боем. Это ладья тоже под боем. И это ладья. Поэтому промежуточный ход. Ладья берёт на f2. Шах. Кроль берёт на f2. Слон берёт на a1. Кроль e3. Кроль g8. Конь e6. Сейчас идёт техника реализации преимущества. Лишняя пешка. g6. c5. Слон e5. Атакует пешку. g3. g4. Слон взял коня. dE. d5. Тут уже, конечно, рассчитано всё до мата. gf, gf. Слон b5. Кроль f8. Слон c6. d4. Шах. Кроль d2. Слон f4. Шах. Кроль c2. d3. Шах. Кроль c3. Слон e3. Кроль c4. Кроль e7. Кроль d5. И отвлекающий ход. Слон берёт на c5. Ну, на Кроль c5 пешка e3 идёт вперёд. И пешки неудержимы. Слон b5. Слон d6. Слон c4. Слон c7. Слон b5. Кроль f6. h4. Слон g3. Слон c7. Чёрные хотят перестроиться, поставить на d8 слона, чтобы он держал пешку, а король пошёл вперёд. Он ещё и эту пешку прихватит на h5. Или пойдёт вперёд, поддерживает свои пешки. И если он заберёт на h5, у чёрных будет ещё одна проходная. А слона можно здесь спокойно отдать. В этой позиции Апицелло сдался. Посмотрим ещё одну партию. Начнём с нашей стартовой позиции. Слон b5. Слон e7. Ладья e1. Рокировка. В этой позиции белые сыграли. Слон f1. Не пошли h3, как в партии Фельгайер смирен. Ну, может быть, они хотят сэкономить на ходе h3. Или они потом сыграют этот h3. Слон g4 не такой большой угрозой. А6. А4. Слон e6. И... Слон d5. Это партия, в которой чёрными играл гроссмейстер Калиничев. Белыми играл... Возможно, международный мастер Квициен. Ну, по крайней мере, не слабый шахматист. И партия сыграна в 1988 году. Вот такой вариант. Значит, белые пошли а4. Препятствуют ходу b5. И уже установили своего коня на d5. И чёрные... Его надо брать, такого коня. Поэтому чёрные играют... Слон берёт на d5. Отдают за него слона. То, что не хотел делать крамник. Еd. Конь b4. Атакует... Кажется, коню там опасно, но... Атакована пешка d5. Её надо защищать... Играть c4. Нападение c3 не будет на коня. И чёрные ещё играют a5. Значит, они, видимо, хотят поставить конь a6, конь c5, что-то типа этого. И держать, по крайней мере, не давать белым... Так просто сыграть b4. Теперь белые играют h3. Конь d7. Слон e3. Ладья c8. Конь d2. Слон g5. Конь e4. Слон взял на e3. Ладья взяла на e3. Значит, чёрные посчитали выгодным разменять слонов. Конь c5. Конь берёт на c5. Ладья берёт на c5. Ну, у чёрных план продвижения на королевском фланге и в центре. f5. И здесь у них 4 против 3. Белые пошли здесь g4. Может быть, это ошибочный ход, который гроссмейстер использует. f5. gf. Ладья взяла на f5. Ладья g3. Ферзь f6. Ладья g2. Ладья c7. Ладья a3. Ладья f7. Все тяжёлые фигуры играют по полуоткрытой линии f. Ферзь d2. Ладья f4. Ладья a на g3. g5. Чёрные не боятся сыграть g5. h4 хода нет подрыва. И поэтому g5 возможно. Ладья g4. Ладья g4. Колоколь f8. Колоколь уходит с линии g. Если взять Ладья f4, то, наверное, последует ef. И эта Ладья может быть выключена из игры. Ну, в общем, в любом случае Чёрные могут переключиться на линию e. Ладья g3, Фф5, Лc3, Кa6, Фc2, Ферзь берёт, Ладья берёт, Кc5. У чёрных теперь эта позиция называется конь против слона. И в данном случае этот слон плохой, потому что он ограничен своими пешками. Не может, в общем-то, и выйти на d3 пока. Конь атакует пешку на a4. Как её защитить? b3 тоже нет хода. Ладья g3. Ну, тактически на конь a4 пойдёт ладья a3. И если конь уходит, то ладья бьёт опять. Ладья f3. Ладья взяла на f3. Ладья взяла на f3. Кg2. Ладья b3. Гроссмейстер переиграл своего противника. И в этой позиции белые сдались. Они теряют пешку. Наверное, теряют две пешки. После конь берёт a4. Ладья берёт на b2. И пешка a пойдёт ферзи. По-прежнему конь будет сильнее, чем слон. И у белых нет шансов. Они сдались. Теперь давайте посмотрим интересное противостояние. Следующие две партии были сыграны одними и теми же противниками. То есть это было принципиальное противостояние. Рокировка. Слон e7. Ладья e1. Рокировка. Пока h3. Всё как было в партии Фельгаер смирен. Здесь, здесь есть у чёрных много продолжений. Смирен играл a6. А в этой партии было сыграно слон e6. Белые продолжают свой план. Слон f1. И чёрные здесь сделали знакомый нам ход. Конь b8. Белые сыграли a4. Конь b на d7. a5. Белые несколько зажимают ферзевый фланг чёрных. А6. Конь d5. Слон f5. c4. Значит, как мы видим, белые сначала провели пешку на a5. И чёрные, чтобы чёрные, как говорится, не мешали им провести c4 и b4. Чёрные не смогли поставить пешку на a5 сами. Ну, вот такая идея за белых. План тот же, но оформление несколько другое. Водя e8. Как мы увидим, чёрные будут продвигать пешку e4. b4. e4. И мы пришли к партии двух гроссмейстеров. Бешуков. Осеев. Эта партия была сыграна в Хельсинге в 1992 году. Чёрные двигают пешку e4. Конь d4. Слон g6. Слон e3. Белые уже достигли кое-чему на ферзевом фланге. У чёрных нет хода. Конь c5. Но у чёрных своя игра в центре. Слон f6. Связка. Ладья a3. Конь e5. Эту идею мы видели. Ферзь d2. Конь d3. Конь стал на поле d3. Такого коня терпеть нельзя. Слон бьёт на d3. Еd. Ладья c1. Преимущество двух слонов у чёрных. Но здесь острая позиция. И у чёрных пешка на d3. Но всё решает конкретные планы. У белых план провести c5. Может быть c6. И чёрные бьют на d4. Отдают слона за сильного коня. Слон берёт на d4. Остались разноцветные слоны на доске. Но смотрим форсированные варианты. Ладья e2. Ферзь c3. Ферзь g5. И выясняется угроза. Нельзя бить на g7. Угроза чёрных. Слон e4. Атака на поле g2. И нельзя f3. Так как здесь ладья и ферзь бьёт g2 мат. Слон e3. Ферзь h4. Ладья а на а1. Ладья e8. Подключается ладья. Что-то вроде ладья бьёт e3. Может произойти слон b6. Ладья c8. Слон e3. d2. Ну, слон d2 нельзя бить, потому что ферзь бьёт на f2. Ладья d1. Ладья бьёт на c4. Чёрные выиграли пешку. Ферзь a3. Ладья e4. Грозит ладья бьёт e3. Слон a7. Ладья e1 шах. Король h2. Ладья берёт на d1. Ладья берёт на d1. Ладья e1. После ладья берёт на d2 следует ферзь f4 шах. И ферзь e4. Ферзь a1. Ферзь f4 шах. g3. Ферзь e4. Грозит мат на h1. Защиты нет. В ря suchen в третьем ритме. Бёлые сдались. Бешуков асеев 1942 год. Следующая партия. Бешуков асеев также. из 1993 года. То есть принципиальный поединок. Каждый хочет отстоять свою позицию. Продолжение такое же, как было и в предыдущей партии. Сf1. Кb8. И здесь белые сделали другой ход. Подготовили. Другое продолжение. В этой позиции у белых вообще очень много ходов различных встречалось. Это ходы a4. Конь a4. Конь b1. Конь d2. Конь d5 мы видели. А здесь Бешуков сделал ход b3. Другая идея как бы... Ну, план белых будет, вероятно, таким же, но оформление несколько другое. А6. И в этой позиции встречались ходы. Сf2. А4. И в этой партии был сделан ход конь b1. Ну, посмотрим дальше, как развивалась партия Бешуков-Осеев тех же противников на один год позже. b5. a4. b4. Сf2. Конь bd7. Конь d2. Конь c5. c5. Конь h2. Ферзь c8. Ладья c1. Ферзь b7. Ферзь e2. Ладья c8. g3. Ладья c6. Слон g2. Ладья c8. Конь f1. Ферзь d7. И здесь интересный ход чёрных, который не видит фриц. Который оценивает эту позицию как несколько лучшего для чёрных. Конь берёт на a4. b8. Ладья взяла на c2. Ладья бьёт на c2. Ладья бьёт на c2. Ладья ферзь d1. Ферзь взяла на c4. Чёрные отдали фигуру за три пешки. Из них две связанные проходные. Конь e3. Ладья a2. Ферзь d1. Ферзь взяла на d1. Ладья а5. Ф4. А4. Феде. Ну, можно взять пешку на e5, но чёрные пешки будут двигаться вперёд. Конь d5. Слон c5. Слон взял на e5. Конь d7. Слон a1. Чёрные взяли на d5. Ед. b3. Слон c3. Ладья c2. Слон a5. b2. d6. Ладья c1. Ладья h1. a3. Слон d5. Слон взял на d6. Конь b1. Конь f6. Слон b3. Конь e4. Король g2. Конь взял на g3. Ладья c1. Ладья взяла на e1. Слон взял на e1. Конь e2. Слон c3. Ладья c3. Конь взял на c3. Слон b4. Конь b1. g5. Теперь надвигаются другие проходные пешки. Король f3. Король g7. Король g4. Король g6. На слон c2 шах. Чёрные сыграют f5. Завлекая слона, слон берёт на f5. Король f6. И всё. Нечем держать пешку. a3, a2. Так как хода слон e6 нет, слон идёт по этой диагонали, и чёрные играют a2. Слон a2. Ф5 шах. Король g3. Ф4 шах. Король f3. Король h5. Слон f7 шах. Король h4. Король g2. h5. Слон a2. Ф3 шах. Безнадёжная позиция у белых. И белые сдались. Вторая победа. Осеева над Бешуковым. Следующая партия игралась так же из зелёных игроков. Из позиции Осеева с Бешуковым. Реактор субтитров. Трубовый. Сборный. Сборный. Осеева субтитров. Сборный. Сf1. В этой позиции у чёрных тоже есть выбор большой. И один из них это ход, который вас не должен удивить. Конь b8. Конь d5. Конь взял на d5. Еd. Эти идеи встретились в партии крамника. Сf5. c4. Белые проводят свой план. Конь d7. a3. Сf6. И мы пришли к партии двух гроссмейстеров. Ильес Каскардоба. Белыми против Юдасина. Леонида Юдасина чёрными. Партия игралась в Гронингене в 1993 году. А6. b4. Белые уже кое-чего достигли. Е4. Конь d4. Сf6. Ферзь b3. Ладья c8. Ладья c1. В принципе, мы видим план белых в реализации. То есть, они захватили ферзьевый фланг. Пространство. И они грозят надвижением своих пешек. Что покажут чёрные? Конь e5. c5. Ну, брать на c5, конечно, чёрные не будут. Конь d3. Знакомая идея. Слон берёт на d3. Еd. Конь f3. Ладья c8. Конь d2. Слон g5. Ферзь c4. И b5. Ферзь a2. dc. bc. Кажется, что очень сильные пешки у белых. Опасный ладья c5. Но чёрные рассчитали, что надо пешку d5. Трудно удержать. Она может потеряться. Ф4. Жертва качества. Ладья берёт на e3. Ладья берёт на e3. Слон берёт на f4. Слон господствует на этой диагонали. Ладья f3. Ферзь g5. Здесь что-то должно потеряться по диагонали. И белые отдают качество. Ладья бьёт на f4. Ферзь берёт на f4. У чёрных лишняя пешка. Пешка на d3, конечно, опасная. Но у белых две пешки. d5 и c5 очень опасные. c6. Ладья e8. Угрожает, конечно, возможно, ладья e2. А в случае c7 ладья вернётся на c8. И белые потеряют пешку. Ферзь не может уйти, должен защищать этого коня. Поэтому пешку чёрные заберут. Ладья f1. Ферзь d4, шах. Король h1. Ладья проникает на вторую горизонталь. Теперь связка c7. Ферзь c5. d6. Ферзь c6. Грозит мат. Ладья f3. И ладья возвращается на e8. И чёрные хотят забрать пешку d6, которую нечем защищать. Ладья пошла на e8, чтобы эта пешка не превратилась в ферзя. После ферзь бьёт d6. Пойдёт и пешка на c7. И в этой позиции белые сдались. У них проигранное положение. Ну что ж, ещё одну партию на сегодня я хочу вам показать. Я надеюсь, вы уже лучше ориентируетесь, чем в начале этого видео, в варианте Болеславского за чёрных. Конечно, можно было бы ещё гораздо больше партий посмотреть, но нет такой возможности. Видео будет и так очень длинным. Рокировка. Слон е7. маркировка. Пока всё идёт как в партии Филь Гайер Смирин. Смирин H3. Се6 Сf1. Здесь несколько другая идея. Мы видели здесь ход Кb8. Ферзь a5. Чёрные берут под контроль поле d5. Так как хода Кd5 нет. Поэтому они не убрали коня. И не сделали какого-то другого хода. Значит, в этой позиции после ff1 у чёрных много продолжений. Кb8 одно из них. Лc8. Ферзь d7. Есть интересная идея грузинских шахматистов. Лc8. Ферзь a5. Лc8. Белые пошли. Лc8. Смирин H3. Ферзь д8. Ферзь д8. С1. И слон вернулся на c1. Предложение повторить позицию. Повторить ходы ферзь a5, слон d2. И завершить партию ничей. В этой позиции чёрные играют. Конь b8. Это партия, где чёрными играл гроссмейстер Петер Вэллс. Один гроссмейстер, который хорошо знает теорию, пишет теоретические книги. Ну и, кроме того, является сильным гроссмейстером. Чёрный играет, не знаю, не гроссмейстер, возможно, международный мастер, Сарин. И партия игралась в Лондоне в 1994 году. Конь d5. Конь берёт на d5. Еd, слон f5. С4. Конь d7. a3, a5. b3, c4-1. Конь c5. С4. И чёрными играют a4. Б4. Подрывают пешку. Б4, белые пошли, и конь встал на Б3. Конь занял очень сильное поле, Б3 стал очень сильным. Выпихнуть его с этого поля очень тяжело. Можно, может быть, пожертвовать за него качество. Е4. Конь H2. Слон H7. Слон Е3. Ф5. Слон ушёл и освободил дорогу пешки. Ф4. Иначе чёрные бы пошли, вероятно, Слон Ф6. Слон Е5. Или сразу Ф4, если не помешать. Поэтому белые играют Ф4. У чёрных остаётся защищённая проходная. Ладья Ц8. Слон Е2. Слон H4. Ладья Ф1. Король Х8. Ладья Ц2. Слон G8. Король Х1. Слон G3. Ладья Ц3. Ф4. Ф5. 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 Ф6. Может быть, стоило здесь побить ладья b3, отдать качество, но у чёрных было бы лучше. Ладья c2, но и так тоже у чёрных лучше. Ладья d8 грозит взять на c5 пешкой, и пешка d5 теряется. c6, bcdc, d5. У чёрных тоже есть свой козырь. Две проходных пешки. b6, ладья d6. b5, d4. Если слон берёт на a4, то d3 следует. И белые теряют качество. Слон c5, всё равно d3. Слон взял на d6, dc. Ферзь бьёт c2, ферзь взял на d6. И у чёрных сейчас фигура за пешку. Слон взял на a4, конь d4. Ферзь d1, e3. Защиты у белых нет от хода e2. И белые теряют дальше материал. Ну и вообще нет защиты. Белые сдались в этой позиции. И это была последняя партия на сегодня. Я благодарю вас за то, что вы выдержали это длинное видео. Вы можете посетить мою страницу. Там, правда, нет партии специально на вариант Болеславского. Но есть партии, где можно найти эти. Я вам поставлю в описании к видео определённые ссылки. И иногда выгодно открыть описание в полном объёме. На этом я заканчиваю видео. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч.